Уважаемые зрители, мы возобновляем вещание проекта созвездия Д'Артаньяна в новом формате и первым гостем нашего нового витка становится маэстро Петер Коза, мастер фехтования. Здравствуйте, Петер. Я очень благодарен за то, что вообще ты приехал в Россию, потому что когда прошлый раз, три года назад, ты решал проблемы с визой, с билетами, это было очень тяжело и маэстро дал слово, что больше не приедет в Россию, потому что это невозможно с точки зрения бюрократии. Очень трудно, это очень трудно, это не для мастера фехтования, это для другого человека. Но вот летом, когда мы находились в Словакии на твоем семинаре, нам поступил звонок из Москвы с предложением провести чемпионат России по артистическому фехтованию. И вдруг Петер сказал прямо за столом, а я поеду в Россию. Петер, спасибо тебе за это. И скажи, пожалуйста, что повлияло на твое решение? Статус мероприятия, любовь к фехтованию, что? Я буду открыто говорить так. Первое, это наше дружество, потому что я тебе подобил как друга, как человека, который куда-нибудь идет, и я могу ему немножечко помочь на его дороге, тем, что я в течение всей жизни приобрел. Во-вторых, потому что я рад в России. Это не потом, чтобы я не рад ходил в Россию. Если бы они легче делали все эти визы, может, я был здесь очень часто. А еще одна такая маленькая, но извините мне, что я немножко так горд, мы маленькая страна. Весь словакский народ попадет в Санкт-Петербург и еще место останется. А меня радует, что я приду в такую большую страну, где столько людей, которые что-нибудь умеют, я могу прийти и сказать и тоже словакие люди, которые что-нибудь умеют. Ты отличаешь чем-то русских людей от остальных? Я думаю, что в этом случае я больше думаю большой народ. К немцам тоже так рад хочу, потому что большой народ. Итальянцы тоже так. Я рад учу итальянцев, итальянскую школу, немцев, немецкую школу, потому что это моя гордость, что я тому народу могу принести то, что его специалиста нет, но я могу им добавить что-нибудь. Но к России другая история. Ты не несешь сюда русскую школу, да? Ты несешь немецкую, итальянскую, испанскую. Но русскую школу я не знаю. Могу только так сказать. Я только знаю немножечко из русской истории, а мне история нравится в общем. У меня нет неинтересной истории, и мне нет неинтересного народа. Значит, русская история такая богатая, что я найду в ней много. И специально есть такие дела, скажем, русская историка, которые меня чрезвычайно увлекают. Петр, вернемся к главному событию этого периода исторического. Это чемпионат по артистическому фехтованию, чемпионат России, проводимый в Санкт-Петербурге, на который ты приехал, провел мастер-класс свой. Вот если говорить об артистическом фехтовании, можешь ли ты как один из старейших представителей вида сказать, ну или предположить или рассказать, вообще, где появилось и когда появилось артистическое фехтование в мире, ну или скажем, в Европе? Так точно я не могу это сказать, потому что я думаю, что многое возникло параллельно. И я начал с историческим фехтованием во время железной, ну как называют? Занавес. Да, а мы не знали столько про другие страны. Мы знали, что-нибудь они делают, но как они делают, сколько делают, не знали. Пока это открылось, я не знал в течение моей молодости, что я попаду в Германию или куда. Я думал, что я буду закрыть в Шевословакии и конец. Большинство, что я попаду в штаты Варшавского объединения. Значит, когда открылась Европа, я пошел туда-туда-туда и видел, что они уже делают тоже. Но могу сказать, что мои чувства было, что мы больше вперед. Но я тоже знал, что среди стольких больших народов простая статистика принесет, что они догонят нас и перегонят. И так и случилось, что есть теперь в мире множество групп, которые этим занимаются, множество групп, которые даже хорошо занимаются и множество групп, которые нехорошо занимаются. Это просто снова статистика. А мне лежит на сердце, что, если кто-нибудь, мне все равно, если это немецкий, итальянский, русский придет за мной, чтобы тот народ, который нашел ко мне дорогу, от меня получил то самое лучшее, чтобы он с теми другими мог держать шаг и квалитетно вперед идти. Потому что те люди, которые у меня учатся, они будут продолжать. Они будут продолжать сами, они сами изобретают, они сами читают книги, они сами пробуют и приносят, скажем, свет, исторический свет в наши движения. И когда меня спрашивали журналисты, что мое самое большое дело в жизни, я сказал, мои студенты, мои ученики, которые теперь уже сами мастерами. Потому что они больше сделают, чем я. Потому что они выходят из всего, что я мог дать им, но они сами делают, они сами дальше идут. А каждый из моих студентов в тех высших категориях квалитета в чем-нибудь лучше меня. А вот на это я горд. На другой стороне, должно сказать, что такая трагическая радость учителя в том, что его успех, самый большой успех его, когда его больше не надо. И у тебя много таких учеников, которым ты больше не нужен? Я уверен, что их больше, что их больше, чем 10, может больше, чем 10, может более больше, чем 10. Но моя большая гордость тоже в том, что я знаю, и мне не надо, они придут что-нибудь спросить. Может потому, что уважают меня, может потому, что они чувствуют ко мне такую, ну, как сказать, если ты кому-нибудь за что-нибудь, ну, не знаю, вот этого слова по-русски. Скажи по-словацки. Вдячности. Ты для меня что-нибудь хорошо сделаешь, а я тебе зато вдячный. А отдача? Может, не знаю, типа-либо, ну, ничего. А самые последние, может, это просто легко. Они должны были студировать, они спросят меня, я сразу скажу, если знаю. Значит, это простая легкая дорога к какому-нибудь знанию и так. А все трое для меня важны, и я уважаю их. Потому что все трое, значит, что я уже не нужен, но немножечко еще. Петер, ну, я знаю многих твоих учеников, и мир их знает, некоторых из них. А если вернуться к самому началу твоего пути? Расскажи о своем учителе и вообще о том, как ты начинал. Ну, когда я начинал, мне было 14 лет. А... Какой это был год? Кто знает. Ага. Мои ученики знают, я никогда. Когда мне кто-нибудь спрашивает, сколько лет ты фриктуешь? А спрашивай моего ученика, я не знаю. Просто давно. А мой, можешь, ну, математику сделать, я сейчас 70 лет стар. А пришел я в спортивное фехтование, потому что тогда другого не было. Я даже сам не мог представить себе что-нибудь другое. А тогда, когда я пришел мальчиком, возрастным мальчиком, профессор фехтования, Йозеф Бенедикт, был уже стариком, старше меня теперь. А я смотрел, старый человек. Он очень меня увлекал. Там были молодые его студенты, которые прыгали, боевали, активные фехтеры. Это были мои боги. Но он стал нас учить. А я с таким страхом заметил. Он уже много не ходил. У него были такие больные ноги, как у меня теперь. Он уже много ногами не двигался, но рука его была страшная. А знания тоже. Но, к сожалению, много он меня не учил, потому что потом он уже ушел в пенсию дефинитивно. Не потому что он не мог, но его жена была больная, он должен был у ней быть постоянно. А его ученики меня воспитали дальше. Я занимался некоторое время спортивным фехтованием. И параллельно с тем начал студировать старые книги, потому что меня это не успокоило в том, что было принципом того, почему я пошел фехтовать. Я читал все эти книги про мускетеры, про Айвен Гоу, про все возможное робро и все, где боем занимались люди. А меня на том увлекало не только то фехтование, эти клиноги, то меня увлекало тоже это честное царство. А при этом я просто видел, что спортивное фехтование не все давало мне. Пока я все люблю, спортивное фехтование, потому что из него я вышел, и если есть, для меня возможно, смотрю, и большое увлечение давало мне. Но тогда меня не успокоило, и я стал заниматься параллельно историческим фехтованием. Ну и потом, когда уже приобрел какие-нибудь книги, сегодня легко, интернет, и ты имеешь... А какие книги тогда были доступны в Чехословакии? Ну, в Чехословакии почти никакие. Одна книга, единственная, была в Братиславе, а это не была книга про фехтование само, это было воспитание кавалера. Фехтование, танец, пять дисциплин – хорошо. А фехтование было тут, значит, это была такая первая книга. Вторую я в Чехии нашел, в Праге, а это был репринт, который мастер Гергзилл сделал Дальгоферу в книге фехтования, они были трое. Это в те годы уже была переиздана книга Дальгофера в Чехословакии? Да, она была в 19 столетии, потому что Гергзилл был земельный, кажется, мастер фехтования для Чехии и Австрии, а он имел самую большую библиотеку фехтовальных книг, где нашлась в мире. После его смерти большинство из этих книг взяла галерия в Дрездне, в немецкой, в Саске. А те, которые остались, один мне известный человек, как его, как я скажу, если ты поручишь по каком-нибудь его вещи, когда он умрет. Наследство? Наследство, да. Я поручил эти книги, которые не хотели, тут в Дрездне. Ну и эта книга много мне дала, потому что без этой книги я бы не понял, в чем дело. Я читал тоже такие книги, как Гут, Гаттон и другие, которые в 19 веке писали про историческое фехтование, а я тогда им верил. Но когда я видел книгу Дальгофера, я понял, а они совсем не поняли, о чем они пишут. Потом читал сочинения тоже из 19 века, как писали про испанскую школу, а я не мог понять, может это кто-нибудь написать. На одной стороне говорят, испанцы были известны фехтоварщик, на другой стороне пишут, испанская школа была глупая и тяжелая, и в них какая. Что это-то? Не может быть, правда. Стал я искать за испанской школой. И так, шаг за шагом я понимал, что фехтование – это вечная дорога, вечный путь. Ты идешь, идешь, откроешь комнату знания, и ты уже уверен, теперь я буду все знать. А ты видишь за этими дверями двое дверей. И за каждыми двое дверей. А так ты открываешь эти двери, и снова-снова новые. А то, что ты знал на начало, видишь, что это мало-мало, а часто видишь, что совсем другое правда, чем ты думал тогда. А вот это самое важное приключение жизни, потому что тебе дает все. Всю жизнь будешь учиться, всю жизнь будешь стоять перед фехтованием с шляпой вниз на коленах и скажешь – да, такая прекрасная. Петер, ты преподаешь, можно ли сказать, артистическое фехтование или контактное турнирное фехтование? Или у тебя другой взгляд на это? У меня это так. Я прежде всего занимаюсь этим, скажем, артистическим или историческим фехтованием на сцене для театра, для фильма и так. Но это потому, что я там нахожу… Находишь? Находишь. Находишь, да. То, что меня привело к фехтованию. Все эти свойства тут. Но я уважаю все другие направления фехтования, потому что принципиально мы знаем четыре, а много между ними деталей. Одно – на сцене фехтование, скажем, артистическое. Второе – контактное фехтование. Тем я теперь больше не занимаюсь, но прежде все попробовал, и мои ученики, многие из них только тем занимаются, а очень хорошо. Потом есть реконструкция сама, где не надо фехтовать, но читаешь ты книги, пробуешь ты техники, а ищешь за правдой, как это могло быть, чтобы осуществить практические функции, что функционирует. Это тоже часть твоей деятельности. Да. А потом последнее – это фантазийное. Это я совсем не люблю, но я никогда не говорю «это, дрянь, это плохо», потому что никогда не знаем, как это развиться. Смотри на литературу. Впервые детективные романы были как-нибудь низкой литературы. Сегодня хорошие авторы сделали из того большую литературу. Романы из «Дикого» Америки, «Индианы», «Ковбои», тоже глупая, низкая литература. Есть сейчас много хороших дел, которые важны в литературе, квалитетные фильмы, которые имеют что сказать человеку. Значит, никогда не можно сказать «это навечно будет плохо». Но могу сказать «не люблю я того совсем». А уважаю каждого, который хорошо делает это своё дело. Петер, твои ученики и, прежде всего, группа «Мерлет», они признанные фавориты на мировых турнирах по арт-фехтованию и неоднократные чемпионы мира. Вот, можешь ли ты сказать в свете того, что ты приехал всё-таки на чемпионат России по арт-фехтованию, что в первую очередь нужно адепту, мастеру арт-фехтования для того, чтобы побеждать на сцене? Как ты учил «Мерлет»? Ну, прежде всего, я должен сказать, это ничего против «Мерлета». Только скажу, что «Мерлет» не один, и я даже не считаю его самым хорошим между моими группами, которые мои ученики ведут. Только «Мерлет» видимый, потому что они живут в Праге, это метропол. Сам Роман Спачил отличный фехтовальщик и художественный хореограф фехтования. Он имеет хорошую позицию и по праву, хорошую позицию у фильма. Значит, все видят «Мерлет». Но есть группы в Чехии, в Словакии и в других странах, которые очень-очень отличные. А могу сказать, не меньше «Мерлета». Даже не хочу говорить, но я думаю, две-три лучшие «Мерлета». Но ничего против того, что «Мерлет» отличный. А ты знаешь группу Адореа, они вместе с «Мерлетом» работают, но только потому, что они не из метрополии, и не пройдут они в фильм прямо, идут сквозь романа, потому что они тоже подружились хорошо, ничего против того. Это отличная группа, а не одинственная. Каждая группа, которая найдет этот квалитет, может быть применена во фильме. Но всегда знаешь, это на персональных контактах. Но ничего против того, потому что каждый найдет свое место в мире. И возвращаясь к вопросу «В чем секрет побед?» как победить на турнире по артфехтованию? Для этого не существует и никогда не будет существовать единственный рецепт. Впервые должен быть квалитет. Адбан тоже этот квалитет должен быть видимый. Это проблема, потому что судья тоже ведет некоторые вещи более ради, чем другие. всегда есть такая немножко, скажем, мода, что требуется. Прежде, когда я начинал преподавать фехтование для фехтовальных групп, все делали тридцатилетную войну мушкетеров. После того пришли ландскнехты, потом пришли средние века. Теперь большинство групп тоже в Мерлетве и Адурея. Многое из того, что они покажут фехтовальное, покрыто делом каскадера. Не только работа с клинком удары, попадание на землю и все другое, артистическое движение, потому что это требование растет. Просто с тем, с чем успокоишься, скажем, десятилетием, сейчас уже не успокоимся. Надо больше и больше. мы не знаем, куда пойдет все это. Жизнь принесет требования, и требования будут исполнены теми, которые будут подготовлены. Насколько, на твой взгляд, важно актерское мастерство в арт-фехтовании? Или это вспомогательная дисциплина, и можно лишь быть выразительным, подвижным? Я не рад вижу это так, что что-нибудь помогательное. В том смысле, что одно главное – это только помогательное. Более скажу так. Досконалое дело, когда все исполнено. А если кто-нибудь умеет так играть актерски, так фехтовать фехтовальщика, так делать каскадерское дело, что все эти входят одно в другое, и ты не заметишь разницу – то каскадер, то актер, то фехтовальщик, тогда это хорошее дело. А вот это тоже умение, это тоже, как сказать, умение, скажем, как это показать? Если я не умею подать, не буду подать. Если буду подать, не умею, все увидят, не умеют подать, и не будет победы. Значит, покажи то, что умеешь, покажи твое самое квалитетное, и судьи увидят квалитет, а не буду спрашивать, ну хорошо, красиво ты сделала, но покажи, как подаешь. Так вопрос не стоит. Придешь и принесешь что-нибудь, что увлекает. А если ты так сделаешь, что поверят те, которые смотрят, нет проблем. Петер, тебе принадлежит такое высказывание, что не существует фехтования исторического, спортивного, артистического, а есть только хорошее фехтование и плохое. Можешь чуть-чуть развить эту идею? Можешь, могу. Но однажды я это сказал, даже этот год я видел уже, как называется, платье, ну так говоришь, что под тем, а там уже был напис, не существует различное фехтование, только хорошее или плохое. Петер Коза. Да? Да. Значит, в чём дело? Фехтование, по принципу, это бой клинком или каким-нибудь другим оружием, которое кто-нибудь применяет для победы над другим. Но тот, который делает это контактно, должен следовать успеху. Ударишь лучше, древнее, быстрее, более функционно выиграешь. Будет хорошее фехтование. Делает кто-нибудь на сцене. Это иллюзия. Он не убивает другого. Его не касается пункта. Его дело показать зрителю образ какой-нибудь ситуации, которая могла бы быть реальна. Но она не реальна, потому что это всё иллюзия. Клинки ударяют, но они не острые. Люди падают и делают, что они умирают, но они не умирают. Но если так сделают, что я верю, для трёх секунд после всего я должен верить. Это было фантастично. Они, кажется, убили друг друга. А потом он выскочить сделает. Оле! А я вижу, он здоров. А вот такой он прелестный, квалитетный человек. А если кто-нибудь делает реконструкцию, снова, если он так сделает, что он покажет мне вот так, так, так. А так надо поворотить клинок, чтобы... Тогда я ему поверю и скажу, хорошо. Значит, нет, в этом смысле, спортивного, или как, нет вопрос, которое направление ты берёшь. Важно то, как квалитетно ты своё делаешь. А это так, как возьмёшь спортмена, который играет в футбол, и человека с гуслями, который играет. Да? А вот скажешь, как ты можешь сравнять? Но могу сравнять, если он так хорошо играет в футбол, как этот играет в гусле. Не будет это, возможно, их сравнивать по результату, потому что один будет тебя увлекать красотой музыки, другой будет увлекать тем, как ты смотришь, как он... А-а-а! А теперь голубь пришёл. Но мера будет. И, Петер, вопрос может быть сложный, но так, почему ты занимаешься этим? Или, может быть, почему ты начал в детстве? Ведь была же масса других путей, и, ну, таких, как ты, особенно в то время было очень мало. Почему ты выбрал этот путь? Что тебя подтолкнуло? А-а-а! То, что я теперь скажу, может, будет иметь звук такой, ну, нереальный или что. Но я без того, чтобы я это знал молодым, я об этом стал думать теперь на старость. Современному человеку очень надо рыцарство. А современная жизнь нам мало давает возможность рыцарство приобрести и поддержать. А рыцарство – это не то, что ты ходишь в доспехах. Рыцарство – это не то, что ты применяешь оружие. Я читал одну книгу, которая была написана, автор уже мертв, я его очень уважаю. Маленькая книжица эта. Называется «Книга о жизни рыцаря». А вот он там говорит, это все написано как разговор молодого и старого рыцаря. А то старый рыцарь говорит молодому, береги себя от оружия, потому что ничего так не привлекает человека к потерянию рыцарства, чем мощь, который давает тебе оружие. Но если ты всю жизнь применял оружие, а удержал свое рыцарство без пощадения, ты большой рыцарь. А в том это. Рыцарство – это отношение к людям. Рыцарство – это продавание. И не смотришь, если ты получишь. Не даваешь, даваешь, твое большое сердце давает. А если так делаешь, всегда получишь наконец. Может, другое, чем ты ожидал, потому что рыцарство не о деньгах, рыцарство не о выгодах. Рыцарство – о силе духа, рыцарство – о открытом сердце. Вот это рыцарство. А вот это меня привело к фехтованию, думаю я, но тогда этого я и не знал еще. Я был таким мальчиком больше невидимым. Был тонкий, не совсем силен, много читал. А я хотел быть рыцарем. А стал фехтовать. А все пришло так, по-малому. Шаг за шагом. Как сказать? Ужасное… Да, я не ужасное. Прекрасное, если кто-нибудь не боится. Потому что он смелый. Но еще больше умеет тот, который боится, но сделает то, что он правильным считает. Без того, чтобы думал, если он из того будет иметь выгод, если он правильным это считает и сделает против страха. Он больше, чем смелый. Но вот этого я хотел привлечь. Если это успел, то сам не можешь сказать. Люди могут про тебя говорить. Некоторые так, некоторые так. А вот тот знает все. Ну что ж, я думаю, что из нашей сегодняшней встречи мы выведем еще одну максимуму Петра Козы. Современному человеку очень нужно рыцарство. Петр, большое спасибо, что ты с нами. Сергей. Спасибо, что приехал в Россию. Завтра ждем тебя на чемпионате России в качестве самого почетного гостя. Я только хочу просить по извинению, что я тонко говорил. Спасибо.